Видите как? Дефицит жидкости однозначно. Вот здесь она болтается. У половины неизлечимых больных в край рак. Пациенту на этой кушетке, назовем его Сергей, полтора года назад поставили диагноз рак желудка. Сделали операцию, не помогло. Теперь раз в месяц, а то и чаще, пожилой мужчина вынужден приезжать из Заринска в противоболевой кабинет барнаульского онкодиспансера. В родном городе таких пока нет. Мне сказали там, мы ничем вам помочь не можем. Наш хирург. Вот и все, я развернулся и пошел домой. Я только за, что дома. Но не ездить сюда каждый раз. Но у нас это, наверное, долго ждать придется. А это единственное в Барнауле отделение палеотивной помощи на базе Третья горбольницы. Здесь 20 мест и ни одного пустующего. В стационаре есть дорогостоящее оборудование и препараты для поддержания жизни при сильной боли или нарушении дыхания. И стационар – это пока единственная возможность получать такую помощь. Но уже через пару месяцев ситуация должна измениться, говорят врачи. И многие пациенты, возможно, навсегда забудут о больничных койках. Новый законопроект о палеотивной помощи подарил возможность неизлечиво больным получать всю квалифицированную помощь медиков у себя дома, а не проводить последние драгоценные дни вдали от родных и близких. К началу лета, когда завершится обучение специалистов палеотивной помощи, в крае заработают четыре выездные бригады. Две в Барнауле, в Бийске и Рубцовске. К тяжелобольным медики будут приезжать домой. Выездной кабинет почти готов. Мы уже получили оборудование. У нас есть лекарственный препарат, у нас есть лицензии. У нас, в принципе, все есть для начала работы. Это инсуфлятор-аспиратор. Это для тех тяжелых больных, которые не могут самостоятельно откашлиться, которые не могут эффективно сами, то есть самостоятельно откашлить мокроту. Вот для них есть специальное оборудование, которое называется инсуфлятор-аспиратор. То есть, в принципе, вот это оборудование, согласно новому положению, мы, в принципе, тяжелым больным, мы можем отдавать на руки. Медикаменты закуплены на федеральные деньги. Напомним, всего в стране на развитие палеоативной помощи выделено свыше 5 миллиардов рублей. Благодаря этому в Алтайском крае, помимо выездных бригад, запланировано открытие дополнительных кабинетов и отделений. На сегодняшний день практически на стадии завершения работы по открытию 8 кабинетов палеоативной помощи в Смоленске, Рубцовск, Бийск и 4 в городе Барнауле. Планируется открытие также некоторых отделений, пусть небольших 5-10 коек в центральных районах больниц. Помимо медицинской помощи, неизлечимо больные нуждаются в психологической поддержке. А здесь серьезная проблема. Специалистов нет, в последний раз рассказывают медики Барнаульского отделения. Психолог проработал один день, больше не выдержал. Навещают пациентов волонтеры. 23 февраля в отделении звучала музыка. Песни, танцы. Жизнь продолжается. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости.